Строительство крупнейшего центра охраны материнства и детства в Сургуте близится к концу. Объект сдадут в эксплуатацию в конце первого, середине второго квартала следующего года. Затем начнется процесс лицензирования и приемки контролирующими органами. Подробнее Евгения Ефременкова. То есть это операционно, это просто мечта хирургов, мечта тех, кто делает какие-то технологии инвазивные. И, конечно, это все для наших женщин. Стойкие двери в кабинетах открываются касанием локтя. Эти помещения прозвали умными. Здесь даже мощность света во время операции настраивается автоматически. А так схематично выглядит система вентиляции в зданиях. Многоуровневые строительные леса, словно мощный завод по очистке воздуха в помещениях. Или космический корабль. Встроенные ламинары будут обеззараживать воздух. Чистые помещения – это модульная система строительства внутри здания. Операционных, реанимационных залов, родильных залов, смотровых. То есть это строительство внутри строительства. Второе очень важное – система очистки воздуха. Система очистки воздуха применяется такая же, как космических кораблях. Строительство Сургутского центра охраны материнства и детства на финишной прямой. Сейчас в помещениях идет внутренняя отделка кабинетов и монтаж оборудования. Оснащение центра включает 18 тысяч единиц техники. Общая площадь составит 78 тысяч квадратных метров. В корпусах более полутора тысяч лечебных, диагностических, учебных, хозяйственных помещений. В новом перинатальном центре предусмотрены отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными, залами реанимации и интенсивной терапии. Более 50 специализированных кабинетов со смотровыми и лабораториями. Зал лечебной физкультуры. Во время строительства не обошлось и без форс-мажоров. Мы подняли фундаменты на полтора метра. Для того, чтобы избавиться от грунтовых вод, нам пришлось сделать систему водопонижения. После чего со специальными присадками были залиты нулевой цикл. И после этого поступление воды прекратилось. Это сдвинуло на 8 месяцев практически срок сдачи. Стоимость центра охраны материнства и детства составляет 14,5 миллиардов рублей. Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Это значит, что строительство, оснащение и благоустройство территории будущего центра, а позже обязательства и расходы по технической эксплуатации здания на 5 лет лягут на инвестора. По истечении этого срока объект будет передан в собственность региона. С точки зрения создания объекта с такими характеристиками в такие короткие сроки, он, наверное, для страны тоже достаточно уникальный. Соглашение заключено сразу на срок и эксплуатации. Срок эксплуатации заложен до 2024 года. Поэтому здесь убивается тот заяц из их нескольких. Что нужно строить качественно сразу, для того, чтобы эксплуатационные расходы были минимальными. Строители сдадут объект в эксплуатацию уже в конце первого, середине второго квартала следующего года. А затем начнется процесс лицензирования и приемки контролирующими органами. На это уйдет еще порядка девяти месяцев. Первых пациентов Центр охраны материнства и детства планируют принять в 2020-м. Евгения Ефременкова, Светлана Чанцева, Роман Турбин. Вести Югория, Сургут.